В эфире новости культуры с вами Екатерина Славянская. И снова нетленные хиты. Вячеслав Бутусов готовит особенный подарок краснодарцам. Он вновь исполнит песни легендарной группы No Till's Pampilius. В 2017 году с успехом отметили 35-летие коллектива полными аншлагами. Юбилейная программа «Гудбай, Америка» пройдет на бис. Зрителей ждет гипнотическая сценография, уникальная хроника на экране и, конечно, хиты, которые стали символом и гимном не только одного поколения композиции No Till's. Это концентрация жизни. Они заставляют чувствовать этот мир острее, слышать больше и дышать глубже. Ее критикуют, о ней говорят, ей завидуют, но мало кому известно, как много труда она вложила в свой успех, как менялась и создавала себя сама. Сегодня она одна из самых востребованных артисток современной сцены. Армия ее поклонников самая многочисленная и активная в социальных сетях. Ее клипы набирают миллионы просмотров, а сама певица собирает стадионы. Речь идет об Ольге Бузовой. 2 ноября краснодарцы смогут увидеть новое масштабное шоу-артистки. А теперь о киноновинках. Сеть кинотеатров «Монитор» представляет продолжение комедийного фильма ужасов «Зомби лэнд. Контрольный выстрел». Бесстрашная четверка во главе с героем Буди Харрельсона продолжает путешествие вглубь страны. Теперь им предстоит сразиться с армией зомби, которые стали еще кровожаднее. К тому же нарастает напряжение и внутри коллектива. Удастся ли завершить сражение без потерь, узнаем уже сегодня в кино. Добро пожаловать в «Безстон». О, боги! Кепаса мэ. Прости, но ты в этом кресле? Из меня вышел бы отличный президент. Ты бы вернул стране было величие. Я к твоим услугам, Америка. Счастливейшие моменты жизни, важные переписки и откровенные признания. Все это в небольшом устройстве, нашем смартфоне. Но что, если им овладеет другой человек? В широкий прокат вышел фильм «Текст». Это экранизация одноименного романа-бестселлера Дмитрия Глуховского. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Действие разворачивается в наши дни. Персонажи узнаваемы, таких легко встретить на улице. Фильм оставляет неоднозначные ощущения и множество мыслей. А еще желание стать лучше и начать общаться не по телефону, а живьем. Затрагивая тонкие струны инструмента, она не оставляет равнодушными никого. В Краснодаре пройдет концерт лауреата международных конкурсов Екатерины Мочиловой и государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Сегодня солистка у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Итак, расскажите прежде всего, что же ждать краснодарцам, какова программа? Я очень рада сотрудничать с этим замечательным коллективом «Виртуозы Кубани», их руководителем Анатолием Яковлевичем Винокуром. Надо сказать, что это коллектив, выдающийся не только для Краснодарского края, но и для всей России в целом. И программа будет очень интересной. Сегодня мы уже репетировали, и настроение у нас замечательное. Я уверена, что публика, ну, мне кажется, что невозможно не влюбиться вообще в русский народный оркестр в целом, потому что это явление вообще уникальное мировой музыкальной культуре, можно так сказать. Потому что то, что сейчас могут наши народные инструменты, наверное, в мире аналогов этому нет. Не побоюсь этого слова. Потому что инструменты, которые родились как фольклорные, сейчас уже мы на них играем и классику, мы играем и современную музыку, мы играем и джаз. То есть, и вот именно такой будет цель нашего концерта – показать публике все, что могут сейчас наши инструменты. Ну, давайте, наверное, и нашим телезрителям дадим возможность услышать, как много граней есть в домре. Да, действительно, домра. Я буду играть на двух инструментах на этом концерте. Это наша русская домра, это исконно русский инструмент. И ее, если можно так выразиться, итальянская сестра Мандолина, которая была некогда тоже очень популярна в России. Это музыка Никола Паганини, я думаю, многие узнали. Это знаменитый 24-й каприз. Пожалуйста, мы можем его играть. Это музыка, например... Это знаменитая скрипичная соло Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро», русский танец. Это и наша... Это и наша русская музыка. То есть, вот, особенностью наших инструментов является то, что сейчас они уже вышли на такой уровень. И надо сказать, что и современные композиторы тоже пишут уже сейчас для нас. Вот, например, наш выдающийся композитор Александр Чайковский совсем недавно написал концерт для домра с симфоническим оркестром. Чем, ну, я думаю, что мы можем гордиться. То есть, если раньше были переложения, то сейчас наши авторы берутся именно за произведения. И не только наши. Моя мечта, чтобы домра вообще звучала во всех лучших концертных залах мира. И не только домра, но и оркестр народных инструментов. Вот, скажем, оркестр имени Осипова, это наш выдающийся коллектив, в этом году отмечает уже свое столетие. Вот совсем недавно прошел масштабный концерт в концертном зале Чайковского. Потрясающе. Ну, я знаю, что вас тепло принимают и в Италии, и в Японии, что вы просто покоряете залы. Это просто невероятно. Я надеюсь, что в воскресенье тоже программа будет очень интересная. Мы всех приглашаем. И я верю, что публика также оценит нашу идею, нашу программу. Вот смотришь, мне кажется, так это все выглядит легко. Насколько вообще сложно освоить этот инструмент? Сложно, как и все другие. Каждый инструмент имеет свое лицо. Конечно же, здесь, как я уже сказала, здесь разнообразие и репертуара, и разнообразие возможностей. Но очень хочется, чтобы все влюбились в наши русские инструменты, так же, как любим их мы. Ну и получается, что если вы освоили домру, то и мандолина тоже, скажем так, в ваших руках. Эти инструменты очень похожи по способу звукоизвлечения, в первую очередь. Но репертуар совершенно разный. Если домра – это российская культура, то мандолина – это европейская. Для нее писали Вивальди, Моцарт, Бетховен и многие-многие выдающиеся авторы. А в воскресенье прозвучит музыка, написанная для мандолины. Кстати говоря, ее мы услышим в мандолину в традиционном амплуае. Это будет итальянская тарантелла. Настоящая, настоящая такая. Потрясающе. Действительно пахнет Италией. А можно вас попросить? Японская музыка тоже. Написанная японским композитором специально для этого инструмента. Можно все-таки попросить вас попросить, чтобы вы немножко исполнили произведение? Чтобы и мандолина тоже зазвучала. Да, конечно. Вот она, итальянская мандолина и тарантелла. Да, да, да. Слышен такой, конечно, колорит итальянский. Скажите, как в вашу жизнь пришли эти инструменты? Был ли выбор, может быть, фортепиано или струнные? Ну, конечно же. Я помню, когда я пришла в музыкальную школу, я была еще совсем маленькой девочкой. И мне стали показывать самые разные инструменты. Но вот когда я взяла в руки Домрова, то почему-то я сразу почувствовала, что этот инструмент мой. И вот, наверное, она сама выбрала меня. А уже любовью к мандолине меня заразил мой преподаватель, профессор Академии имени Гнесиных, Вячеслав Павлович Круглов, выдающийся наш музыкант. Я горжусь тем, что я училась в его классе. И он одним из первых стал возрождать в России вот эту традицию академического исполнительства на мандолине. И потом уже по его стопам мы играли и в ансамбле «Московская мандолина», и сейчас уже тоже развиваем все это. Ну, то есть, получается, сейчас это востребованные инструменты. И свою такую твердую позицию занимают в музыкальной культуре. Ну, можно сказать так, что инструменты, имеющие свое лицо, абсолютно иное, нежели у других. Инструменты, у которых есть... Мы можем играть и скрипичную музыку, переложение. У нас есть и своя. Инструменты, динамично развивающиеся, надо сказать. Потому что, как я уже сказала, такой путь, который... Это просто рывок. Ведь первое сочинение, серьезное, написанное для Домры, появилось только в 1945 году. Это всего, можно сказать, в рамках истории это ничего. А уже сейчас этот инструмент звучит в лучших концертных залах. Вот в воскресенье он прозвучит и в Краснодарской филармонии. Есть ли какая-то история у этих инструментов? Инструмент очень древний. Вообще, он появился еще в XVI веке. Но потом он исчез на несколько столетий. И в конце XIX века он был возрожден нашим выдающимся русским музыкантом Василием Андреевым, который создал Великорусский оркестр, традиции которого сейчас уже продолжают и наши коллективы. Это и оркестр Осипова, и оркестр Виртуоза Кубани, который, надо сказать, тоже совсем недавно отметил свой юбилей, насколько я знаю, 25-летие. И руководит им все это время выдающийся музыкант Анатолий Винокур. И для меня, конечно, большое счастье с ними сотрудничать. Вообще, конечно, этот коллектив всегда удивляет, потому что настолько разные программы. Действительно, он удивляет. Потому что, наверное, идя на народный оркестр, мне кажется, большинство зрителей, они даже не могут себе представить то, что они услышат там, то, что они почувствуют там. Ну что, я желаю действительно, чтобы вы тоже удивлялись тому, как все это происходит и почувствовали истинную любовь нашей краснодарской публики. И, конечно, желаю, чтобы как можно чаще вы бывали у нас в гостях. Большое спасибо вам. Спасибо большое. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь на Кубань-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!